Радио «Комсомольская правда». Это самые осведомлённые эксперты. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Гость в студии. 17 часов 16 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Людмила Варакина. И прямо сейчас в прямом эфире на студии «Комсомолки» находится Александр Кузнецов. Это директор Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Александр Константинович, приветствуем. Добрый вечер. Поскольку это прямой эфир, то, я думаю, что может любой абсолютно позвонить или написать. Не только тот человек, который увлекается охотой. Потому что вопросов наверняка много есть у наших слушателей. Поэтому не стесняйтесь, звоните, пишите, задавайте, комментируйте, общайтесь с нами. 3850923, 3850923, код города 343. И ватсап плюс 7, 953-3850923. Весной прошлого года в нашем регионе был введён запрет на охоту из-за коронавируса. Были люди, которые не одобряли решение губернатора Свердловской области Евгения Куйбышева. Говорили, что, ах, там вот нельзя это делать. Ну, а были те, которые считали, что это правильная история. Как вы относитесь вообще вот к этому решению? Было ли в итоге после запрета на охоту в прошлом году какие-то проблемные истории случались? Не знаю, может быть, там животные умерли, потому что без подкормки остались. Хищники, переносчики бешенства слишком сильно у нас стали размножаться. Что в итоге? Ну, вообще, конечно, комментировать решение руководителя не благодарное дело. Но я однозначно скажу, что охотники в большей своей степени практически повсеместно, они люди законопослушные и люди очень ответственные, потому что они владеют огнестрельным оружием. И нарушать закон, они знают, к чему это ведет. Это ведет к лишению права хранения, ношения, перевозки охотничьего огнестрельного оружия. Поэтому то решение, которое было принято губернаторам, я думаю, что оно принято было действительно в рамках той эпизотической обстановки, которая была на тот момент. Охотники восприняли, приняли это решение, может быть, с каким-то некоторым внутренним несогласием, но, тем не менее, каких-то случаев, чтобы они выходили из-под контроля, либо какие-то массовые мероприятия, ничего такого, конечно же, не было. То есть люди все равно с пониманием отнеслись. Было несколько вопросов, там поступало. Что, когда, а вот почему. Ну, разъяснили, объяснили, и процесс прошел спокойно. Каким-то образом на животный мир негативно это не отразилось. Это весенний период, весенняя охота. Там в какой-то активной подкормке со стороны людей, звери в этот момент не особо нуждаются уже. Охранные мероприятия, они проводились штатными работниками. То есть не охота, а охранные мероприятия. Это было не запрещено, это можно было делать. Вот поэтому все было в рамках обычной работы по охране животного мира, по воспроизводству животного мира. Каких-то критичных случаев не произошло. А в этом году запрет на охоту был в нашем регионе? Нет, в этом году охота весенняя состоялась в указанных сроках. Более того, с 1 января 2021 года вступили в силу новые правила охоты, которыми сроки весенней охоты были расширены для владельцев живых манных подсадных уток. Им разрешили охоту в течение целого месяца. Раньше у нас охота была только 10 дней на территории условно-южной Свердловской области, 10 дней на территорию условно-северной. С этого года, с 2021 года, для владельцев живых манных подсадных уток охота разрешена была в течение 30 дней. Поэтому все прошло в штатном режиме. Какое количество разрешений на охоту было в этом году выдано жителям Свердловской области? И если сравнить по статистике с предыдущими периодами, меньше или больше стало охотников у нас на Урале? С цифрой по выданным разрешениям я не владею, конечно, потому что разрешения выдаются как департаментом на территории общедоступных охотничьих угодий. Также выдаются охотпользователями на территории закрепленных охотничьих угодий. Поэтому я знаю, что эта цифра измеряется сотнями тысяч, сотнями тысяч ежегодно. Охотников на сегодняшний день на территории Свердловской области, лиц, имеющих охотничий билет, порядка 115 тысяч человек. Не все, конечно, они являются непосредственно охотниками, не все, конечно, ходят в угоде на охоту. Многие имеют охотничий билет просто для того, чтобы, допустим, с огнестрельным оружием ездить на какие-то соревнования, то есть спортивной стрельбой заниматься. Охотников количество, я все-таки скажу, что оно не резко, но постепенно увеличивается. А с чем это связано? Это связано с тем, что Гринпис зеленая, молодежь активно выступает против охоты, считая, что это жестоко. Или это естественный процесс, люди начинают заниматься чем-то другим, не обязательно отстрелом животных? Работу Гринписа и вот этой зеленой общественности оценить мне несколько сложно, наверное. Я здесь буду, возможно, несколько субъективен в оценке их деятельности, поэтому оставлю, так сказать, на их совести. Люди, проживая в таком большом мегаполисе, как Екатеринбург, наверное, испытывают все-таки чувство недостаточности общения на природе, живого общения, нахождения на открытом воздухе, на открытой среде. Поэтому интерес к охоте у людей, у подрастающего поколения, у молодого поколения, он сохраняется. Сохраняется. Ну, наверняка здесь, конечно, свое дело сказывается еще и опыт старших товарищей, которые рассказывают какие-то интересные, наверное, истории из охотничьей жизни. Поэтому люди все-таки тянутся к охоте и все-таки получают охотничий билет и идут в охотничьи угодья. Принято считать, что охота – это мужское занятие. Скажите, а есть ли в Свердловской области женщины, у которых есть охотничий билет, и они также охотятся? У нас есть много женщин, которые имеют охотничий билет, которые охотятся. У нас женщины возглавляют целые охотничьи организации, причем такие массовые, большие, как Союз охотников-раболов, Знаменская Инга Игоряна возглавляет. Военное общество охотников Косматенко Галина Валерьяна возглавляет. У нас есть женщины-охотпользователи, которые, зарегистрировав там как индивидуальный предприниматель, либо имея юридическое лицо, они участвовали в аукционе, заключили охотно-хозяйственное соглашение, занимаются охотно-хозяйственной деятельностью, то есть ведут охотно-хозяйственную деятельность непосредственно. И, конечно же, есть женщины, которые просто имеют охотничьи билеты, имеют огнестрельное охотничье оружие, выезжают на охоту и занимаются охотой, конечно, есть. — Знаете, я хочу задать вопрос от нашего ведущего Саши Царикова. Он рассказал историю сегодня утром нашим слушателям о том, что в Свердловской области есть мишки, которые ходят, потому что они не легли на зимовку, что называется, они не в берлоге лежат, из-за того, что тёплая зима. Правда это или нет? Зафиксированы такие случаи в Свердловской области или это единичное что-то? — Это единичные случаи, это неправильные случаи. На сегодняшний момент мы в этом сезоне такого не фиксировали, ни одной жалобы нам не поступило о том, что где-то ходит какой-то медведь, оставляет на снегу следы. Такой информации у нас нет. Вообще это бывает, вообще это возможно по определенным причинам, когда медведь не нажаровал, не нагулялся, он не может залечь. Это был прошлый год у нас такой, 20-й год. К сожалению, он был несколько неурожайный, голодный год для медведя. Медведь у нас выходил в населенные пункты. Мы принимали меры по регулированной численности медведя для того, чтобы обезопасить жителей населенных пунктов. В этом году обстановка совершенно иная. Достаточно большой урожай кедровой шишки, рябины, черемухи. В лесах медведю было на чем набрать себе питательную массу для зимовки. Поэтому на сегодняшний день у нас нет такой информации, чтобы где-то на территории области бродил какой-то медведь. Кстати, по поводу диких животных. Все чаще и чаще появляются они в городах, в населенных пунктах. И в разных, разных абсолютно городах Свердловской области можно встретить и косуль, и лис, и медведи те же самых. Это и север Свердловской области, да что ж, далеко ходить. В окрестностях Екатеринбурга в некоторых районах бродят, бродят веки звери. Почему они выходят к людям? С чем это связано? Голодно им или просто-напросто человек вмешивается и их из естественной среды обитания, что называется, выживает? Площадь Свердловской области 19,4 миллиона гектар. 194 тысячи квадратных километров, другими словами. 80% этой территории покрыто лесами. 80%. Богатый регион. Абсолютно верно. Количество населения проживающего порядка 4 миллиона 300, там 4,5 миллиона людей. Очень серьезная промышленность, очень серьезное антропогенное воздействие на окружающий животный мир. Конечно же, человек в результате своей деятельности вмешивается в естественную среду обитания диких животных. И дикие животные, соседствуя рядом с нами, да, мы имеем возможность их видеть, то здесь, то там. Но в то же время я хочу отметить положительную тенденцию к тому, что это соседство наше, оно происходит достаточно аккуратно и достаточно мягко, потому что дикие животные есть на самом деле. Их становится на самом деле, по нашим учетным данным, каждый год больше и больше. То есть охранные мероприятия, которыми занимаются и сотрудники департамента, и егерия охотхозяйства, охотпользователей, штатные работники, биотехнические мероприятия, проводимые в угодьях, они дают свои результаты и действительно, как бы результат не заставляет себя ждать. И вот мы имеем возможность смотреть и видеть, что да, то там, то там попадаются живые дикие звери, они заходят в населенные пункты. По-разному, по-разному бывает, почему они могут выйти. Они могут выйти с целью спасения, допустим, от каких-то тех же волков и от каких-то бродячих собак, допустим, от стая бродячих собак. Они могут выйти с целью спасения в населенный пункт к человеку. У нас был случай, буквально недавно в Артинском районе женщина с утра вышла открывать ограду, калитку открывает, а у нее перед калиткой стоит лебедь. Лебедь зашел к ней во двор, она к этому моменту уже выпустила свою домашнюю птицу, там, какой-то корм поставила, он начал кормиться. Ну что ж, подробнее об этом мы поговорим сразу же после рекламы и новостей на Радио КП. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать наши разговоры. ГОСТЬ В СТУДИИ Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, 17 часов 33 минуты, это Екатеринбург, мы с вами, я Людмила Варакина, рассказываю вам самые интересные новости нашего региона и наш гость, который пришел в студию Радио КП, директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов, готов ответить на ваши вопросы. Вопросы, кстати, уже на WhatsApp приходят. Напомню, плюс семь девять пять три три восемь пять ноль девять двадцать три. Это наш WhatsApp. И есть еще телефон прямого эфира триста восемьдесят пять ноль девять двадцать три, код города триста сорок три. Кстати, нас можно слушать не только в FM-приемниках или через интернет на сайте радиокп.ру, но нас можно еще и видеть YouTube-канал Радио Комсомольская Правда Екатеринбург. Все, что происходит в студии, показывает наша камера. Поэтому посмотрите, слушайте, ну и задавайте вопросы нашему гостю. Александр Константинович, перед тем, как уйти на небольшой перерыв, мы говорили про диких животных, которые все чаще и чаще выходят к населенным пунктам. Пытались понять, из-за чего это происходит. Ну вот спрашивают люди, задают вопросы, опасно ли это для человека, и куда звонить, куда обращаться, если вдруг у тебя на пороге какое-то дикое животное возникло. Это опасно. Общение с диким животным, оно всегда непредсказуемо, чем оно закончится. Конечно, это опасно. Нужно не забывать того, что дикие животные, они могут быть переносчиками такого опаснейшего для человека заболевания, как бешенство. Причем первым признаком наличия заболевания бешенства является именно утрата страха животного перед человеком. То есть, когда животное заходит в какой-то населенный пункт, либо движется в сторону людей, должно сразу возникнуть чувство опасности. А почему он идет в сторону людей? Нормальное состояние животного, он, человека боится, человек избегает встреч с человеком, общения избегает. Поэтому это общение опасно. Куда звонить? Кому писать? Конечно же, если есть информация о контактных данных наших государственных инспекторов, которые в муниципальных образованиях живут, то, конечно же, нужно звонить им. Если таких данных нет, то можно позвонить просто 112 в единую диспертическую дежурную службу, сообщить туда. Там есть все контакты специальных служб, в том числе наши. Они, специалисты там работают, которые, естественно, найдут с кем связаться, куда сообщить и оказать помощь. Можно позвонить, если есть какие-то контакты, просто участковому, полномочному, допустим, полиции, если есть контакты. Поэтому, пожалуйста, вариантов много. Но проще всего, наверное, позвонить 112. Они круглосуточно работают. Сообщить о том, что они увидели, что они обнаружили. И там уже специальные службы примут уже решение. Ну вот по поводу диких животных. Как раз во время перерыва вы мне рассказывали историю, как в соседней Челябинской области была такая история, когда какой-то там мужчина снимал на видео детей в окружении лося. Насколько вообще это опасно? Встреча с такими животными крупными, особенно если дети рядом. Ну и про маленьких животных тоже давайте поговорим, потому что многие мамочки там любят детей выгуливать даже в парках. Белочки, ёжики кто-то подбирает, берёт домой. Но ведь и белка, и ёжик могут укусить ребёнка. И с чем это может быть дальше? Что произойдёт? — Да, то видео, которое мы проговорили с вами, действительно, там лось. Был взрослый человек за кадром, был слышен только его голос, он снимал на телефон, на видео. А вокруг стояла группа детей, среди которых были достаточно маленькие дети. И лось в результате атаковал маленькую девочку, передними копытами стукнул, она упала. Лось — самый большой представитель семейства оленей. Это самый большой, крупный такой травоядный животный, который на нашей территории проживает. И по первому мнению о том, что лось совершенно безобидна, это совершенно не так. Лось очень активно защищается, я уж не говорю о том, что врагами, соответственно, он бьёт ещё и копытами. И копытами удары достаточно сильные бывают. Периодически охотники находят трупы волков и по следам определяют, что группа волков преследовала лося, и была схватка. И у одного из волков сломана грудная клетка от того, что получил крепкий удар копытом, и он просто-напросто остался там на месте лежать. Поэтому это очень небезопасно. То, что касается мелких животных, белок, ёжиков, обязательно нужно учитывать, что любое животное ведёт свой образ жизни, который от человеческого образа жизни очень сильно отличается. Те же ёжики на концах своих иголок, они имеют огромное количество всяких разных бактерий, всяких разных микробов, чего там только нет у ёжиков на колючках. Поэтому, когда в руки мы берём ёжика, особенно детские руки, которые нежные, происходит прокалывание, микропрокалывание, и что попадает под кожу, ну, потом придётся, наверное, только врачам разбираться, что там могло попасть под кожу. Поэтому не надо этого делать. То, что касается белок, кормления в парках, кормить белок нужно только с помощью кормушек. Принести орешки, насыпать семечки, насыпать их там в кормушку руками, ни в коем случае не трогать, с рук не кормить. Потому что белки то же самое, это дикое животное, которое может укусить, которое может поцарапать. То же самое опаснейшее заболевание – бешенство. В 2014 году в Белоярском районе женщину укусила домашняя собака за нижнюю челюсть. Собака была заражена бешенством, женщину довезли в больницу, в реанимацию, применили антиарабическую вакцину, но спасти не успели, она умерла. То есть бешенство носит на 100% летальный исход. И те 40 уколов от бешенства, о которых мы с детства знаем, их ещё нужно успеть вовремя применить, и будет зависеть от того, куда произошло заражение. Поэтому крайне опасно, и ни в коем случае нельзя гладить, нельзя кормить с рук, не нужно в руки брать. Это может печально закончиться, нужно об этом помнить. Дорожно-транспортные происшествия в нашем регионе с участием вот этих самых диких животных, как часто происходят? К сожалению, очень часто, очень регулярно за последние, я скажу, 9 лет количество ДТП с дикими животными выросло в 2 раза, как минимум. Если раньше мы фиксировали их до 100 случаев в год, сейчас мы фиксируем 200 и более случаев в год. Часто, очень часто под колёсами автомобилей, там, либо на автомобилях, либо в автомобилях оказываются такие животные, как сибирская косуля, лось, кабан, медведь в том числе. Очень опасны эти мероприятия, конечно, и поэтому мы, особенно в летний, весенний-летний период, когда наблюдается наибольшее движение зверя из одного массива в другой, выход на проезжие части, мы всегда, конечно, пытаемся информировать граждан, информировать водителей об опасном сближении со зверем. Если едешь и видишь, что зверь стоит на обочине, нужно принять максимальные меры для снижения скорости вплоть до полной остановки, потому что зверь вряд ли побежит обратно, он примет решение перебегать дорогу. И в последний момент, когда будет именно непосредственно сближение, он начнет движение вперед, и обязательно произойдет ДТП. Нужно быть внимательным, нужно быть осторожным. К сожалению, очень часто происходит ДТП. Люди гибнут практически каждый год в результате ДТП с лосями. Где самое опасное место в Средневосковской области в плане того, что больше всего дорожно-транспортных происшествий происходит, когда какие-то дикие звери выбегают на дорогу? Ну, какую-то точку я не назову. Это, конечно, направление Екатеринбург-Тюмень, Екатеринбург-Серов, Екатеринбург-Челябинск. Ну, и Пермское направление тоже самое не отстает. То есть это вот эти большие трассы наши, которые именно артерии транспортные, большое количество транспорта, широкие дороги, большие скорости. На Западе популярна такая история, когда делают над дорогами специальные такие тропы для животных, как мосты. Будет ли в нашем регионе в каких-то местах что-то подобное создаваться? И насколько это целесообразно? Мы мечтаем о таких переходах. Они называются экодуки. Они бывают надземные, бывают подземные. Мы вели работу такую с Урал-Упроавтодором, федеральное казенное учреждение. У них в проекте есть ремонт трассы Екатеринбург-Тюмень, определенный участок там в Белоярском, Богдановичском районе. И там запланировано три строительства, трех таких подземных экодуков, которые просто технические вот эти переходы можно увеличить с минимальным, так скажем, вложением финансов, увеличить. И получится более-менее нормальный переход для диких животных. Мы надеемся, что на этих экодуках мы практику эту отработаем. И далее будем стараться применять и на других направлениях. Но в первую очередь это будет сделано на направлении, я говорю, Тюминском, в район Белоярска, Богдановичского района. Кстати, а если говорить про животных, где, кто у нас находится? То есть где больше всего медведи, в каком месте? Где косуль? Где у нас кабанов, может быть, больше всего находится? В каких районах? Ну, косуля у нас, она, конечно, это юго-восток Свердловской области, больше их территории. То есть это Белоярка, Богдановичка, Мышлов. Ну, до Байкала, вплоть туда, до Слободы Туринской. Медвежие территории, конечно же, это северо-запад, северо-восток. Это те отдаленные территории, это южные, глухие территории, а не медвежие. Лось распространен практически повсеместно. Даже я затрудняюсь сказать, где его больше, в какой части он. У нас лося достаточно большое количество, он практически везде есть. Поэтому как-то так, везде есть. У нас косуля, она на севере отсутствует, ее на севере нет. Соответственно, так же, как и медведь отсутствует на юго-востоке. А на каких еще животных в Свердловской области охотятся? Ну, сейчас сезон вообще максимально открытой охоты. Вот сейчас самая горячая пора. Охота происходит на все виды копытных. То есть на лося, на кабана, на сибирскую косулю. Медведь сейчас уже в спячке, конечно. Также на птицу, на нашу боровую дичь, глухарь, тетерев, рябчик, на пушные виды. То есть заяц, лисица, янтовидная собака, которая не залегла там еще. Все соболь, куница, колонок и прочее. На радио «Комсомольская правда» разговор про охоту и про животный мир. Сейчас будет небольшая пауза, небольшая реклама. А затем мы продолжим и будем говорить и про браконьерство в том числе. На радио «Комсомольская правда» продолжение разговора с директором департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александром Кузнецовым. Вы можете тут же задать вопрос нашему гостю. Есть вопросы от радиослушателей по поводу браконьерства. В Свердловской области есть примеры, их достаточно много. Вот один случай, например, в августе 2021 года даже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался этим случаем. Речь идет о незаконной охоте в Камышловском районе Свердловской области, где один из участников был курганский депутат Денис Хахалев. Более того, случай действительно очень такой страшный, потому что он ездил на снегоходе по живому волку. И хотелось бы узнать, что происходит в нашем регионе, как борются с этим самым браконьерством, существует ли какой-то план, существуют ли какие-то мероприятия для того, чтобы это все пресекать, выявлять и чтобы такого не было. Существуют и планы по работе, мы согласуем их и с подразделениями Росгвардии. Активно сотрудничаем мы в этом направлении. Наши государственные инспекторы выезжают под их физической защитой, охраной на рейдовые мероприятия. Но, тем не менее, ежегодно мы фиксируем порядка 120 случаев незаконной охоты, пишем заявление в правоохранительные структуры с просьбой возбудить уголовное дело, привлечь виновных лиц к уголовной ответственности. Имеют место случаи быть, но какого-то такого массового характера это, слава богу, не носит. Это достаточно локальные такие факты. Видимо, все-таки те люди, которые привыкли к таким незаконным действиям, они вот такие действия незаконные совершают. В большей степени сейчас, конечно, люди законопослушные. Количество получаемых разрешений выросло в разы по сравнению с предыдущим 10-летним, 15-летним периодом давности, допустим. То есть люди стали более законопослушные. Штрафы серьезные, наказания достаточно серьезные, поэтому есть чем рисковать, есть что терять. И большая часть, как я уже вначале сказал, охотников, они законопослушные граждане. Но, к сожалению, действительно не все законопослушные. И вот сегодня появилась информация о том, что в Сесерском суде состоялся заседание, был вынесен приговор тем людям, тем браконьерам, которые обстреляли, собственно говоря, ваших сотрудников, охотоведов и бойцов СОБРов. Ну вот было вынесено в отношении этих людей очень жесткое решение. Еще одна тема – это тема гибели людей на охоте. Действительно, случаев тоже много, очень много. Например, в июне этого года в Сесерском районе 24-летний охотник случайно застрелил своего товарища. В августе рядом с Верхней Пышмой вместо утки тоже был подстрелен человек. В ноябре охотники Зачинского района. На мете в Лосе случайно застрелил своего товарища. Ну, в общем, их много-много-много-много. И известных людей там случайно подстреливают. Вот, например, заместителя главы Новоуральска, как это было, и депутатов, и кого только нет. Что делать, чтобы люди на охоте не нарушали технику безопасности? И чтобы вот подобных случаев было как можно меньше? Ну, знаете, эта проблема такая, она комплексная, она не носит какой-то ответ одним словом, тут невозможно дать. Проблема в том, что когда в 2010 году приняли закон об охоте, процедуру, так сказать, получения статуса охотника упростили, ну, просто до нельзя. До нельзя упростили. Если в советский период для того, чтобы стать охотником, нужно было два года проходить стажером, нужно было получить рекомендации двух уже опытных охотников, только после этого тебе выписывали охотничий билет, ну, по достижению возраста, соответственно, то сейчас, на сегодняшний момент, процедура получения охотничьего билета – это первый документ, который дает право на владение охотничьим оружием, приобретение охотничьего оружия. Первым документом является охотничий билет. Для того, чтобы получить, нужно просто-напросто прийти в департамент, либо направить по электронной почте заявку. И если раньше сдавали экзамен на знание охотничьего минимума и правила охоты, то сейчас нужно претенденту просто-напросто расписаться в граве, что с охот минимумом ознакомлен. И мы верим ему на слово, что он такой молодец, что он ознакомлен. Все, я считаю, вот это вот, все вместе, оно привело к тому, что люди, ну, стали просто-напросто халатно относиться к тому, что у них в руках не палка, не коромысло, которое раз в год стреляет, а приспособление, специально изготовленное, конструктивно созданное для причинения вреда другому животному или человеку. Конструктивно. У нас получить водительское удостоверение на управление транспортным средством нужно отучиться определенное количество времени, там, по-моему, 3-4 месяца. Нужно сдать экзамен по теории, по практике, и только после этого получает гражданин водительское удостоверение. Раз в 10 лет оно подлежит изменению, замене после прохождения медицинской комиссии. Охотничий билет, который дает право владения огнестрельным оружием, его просто, ну, я не знаю, его сделали просто какой-то дежурной бумажкой, просто ни к чему не обязывающей практически. Поэтому я думаю, что вот эти все вот лишние послабления, крайне лишние, они привели вот к общему такому отношению к охоте, к какому-то увлечению, к какому-то несерьезному занятию, которое, ну, не несет никакой опасности в себе. Опасность, конечно, это у человека огнестрельное оружие в руках. Сейчас, кстати, Государственная Дума будет рассматривать законопроект по изменению, по внесению изменений в закон 209, которыми предусматривается этими изменениями все-таки обязательная сдача экзамена на знание правил охоты, охотничьего минимума, обязательная сдача, обязательное прохождение медицинской комиссии при получении уже охотничьего билета, уже при получении. Поэтому я надеюсь, что в скором времени все-таки законодательство в этой части ужесточится, и этих случаев станет меньше. Ну, это хорошая новость, потому что действительно в нашем регионе, хотя наш регион не уникален, я думаю, что и в соседних регионах, и по всей стране случаи гибели людей есть, и хотелось бы, чтобы это было как можно меньше. Спасибо, что об этом рассказали. И вот есть вопрос от слушателей по поводу количества животных и птиц в нашем регионе. Увеличилось ли их или уменьшилось? Мы ежегодно фиксируем рост в пределах, как говорят биологи, биологической способности ежегодно. Бывают какие-то небольшие провалы в цифрах по определенным видам, но в большей степени они связаны с определенными погодными условиями, когда год поголоднее, то есть какие-то всякие разные погодные условия. В целом, если мы возьмем динамику за последние пять лет, то мы увидим рост и по диким животным, и по птицам. Спасибо. Напомню, что в студии у нас был директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов. Оставайтесь с нами, продолжайте слушать разве комсомольская правда. Ну а я, Людмила Варакина, прощаюсь с вами и напоминаю завтра с 7 до 9 утра. Саша Цариков, Павел Филиппов разбудят вас и расскажут много интересного. Присоединяйтесь к разговору и продолжайте быть с нами на одной волне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова